Собственно, всем здрасте, и очередной такой обзор, обзор не знаю даже как сказать, ребят. То ли опять очередной наёб, то ли истина, да? Мы настолько все запутаны и производителями том, что они любят говорить, что мы вот Европа, мы Германия. Но на самом деле это Подмосковье и ближайшие города. Поэтому сегодня у нас на обзоре табак Милана. Честно скажу, название крайне, блядь, туборылое. Милана табака, Милана. Ну, я не знаю как правильно, да, но Милана табака звучит как-то дешмански. Дешевое название. Крайне дешевое название для крайне хорошего табака, я скажу так. Собственно, это у нас табак Милана. Милана, не знаю. Я когда говорю слово Милана, такое ощущение, как будто мне проплатили обзор, и я пытаюсь тюхать какую-то дикую хуйню просто. Милану, блядь. Кстати, оно очень созвучно с Джон Кальяна. Ха, Милана от Джон Кальяна. Е-е-е. А может, есть табак от Антона Гайворонского? Милана от Джон Кальяна? Ну ладно, поехали. Собственно, табак немецкий, сделанный в Европе. Ну как бы, то есть, блядь, сделанный в Германии, здесь Европа, да? То есть, немецкий табак Милана идет вот в таких вот коробочках, и я, блядь, не поверите, я просто начинаю дико кайфовать, когда табак мне приходит в вот таких вот баночках. То есть, блядь, все хуена, открыл, насыпал, оставил. Ничего, сука, не текет. И снимать приятно на такие баночки. Собственно, что у нас есть по этому табаку? Я сейчас забил очень интересный вкус. Вкус называется он Рот... Рот... Блядь, ёбаный в рот. Называется он Рот한ер. Рот한ер 2. То есть, ребят, что такое Рот한ер, да? Как бы, ну, блядь, непонятно. В Ротранер непонятный вкус, как бы, да? Что такое Ротранер, блядь? Забейте мне Ротранер. А что, блядь, в этом Ротранере непонятно. То есть, и здесь половина таких вкусов непонятных. Но, пока мы не начнем изучать, собственно, саму баночку Давайте возьмем нашу баночку в рот раннера Во-первых, сверху здесь написано, какие ингредиенты в табаке То есть у нас здесь есть манго, маракуйя, вроде ананас и ваниль То есть здесь прямо нарисовано А до самых тупорылых здесь снизу написано М9, рот раннер 2, манго, маракуйя, ананас, ваниль То есть здесь реально прямо на русском языке отдельная наклеечка И все это расписано, какой вкус подразумевает данное название Это очень круто Ну и, собственно, давайте пройдемся по самой баночке Очень прикольная баночка, такая прорезиненная Наклеечка, мы ее хотели немного отодрать И понять, блядь, русские банки, это или не русские банки Ну, бля, уже просто начинается мания, да? Соответственно, все на немецком Не акциз и вряд ли получит акциз в России Дальше, Made in Europe, Милана Собственно, внутри нас ждет очень прикольный Очень приятный по консистенции табачный лист Золотистого цвета, Golden Virginia, очень мягкая, приятная Как утверждает сам производитель, сделана на основе меда То есть, ну, это, скорее всего, современный тренд Это тренд, который пошел еще, наверное, от компании Argelini, да? Которые первые начали делать что-то подобное на медовой патоке Также, как бы, ну, курица, он... Курица, он очень круто, мягко, приятно Не чувствуется какой-то приторности И вкус очень приятный В частности, я забил себе Roadrunner И почему? Потому что мне очень понравилось сочетание Манго, маракуйя, ананас, ваниль То есть, довольно-таки пиздатый микс По крепости примерно 5-6, 4-5, 5-4 Так, то есть, такая... Такой легенький табачок, при этом, как бы, он немного чувствуется Из минусов, что хочу отметить Это, скорее всего, возможно, вот эту немецкую подоплетку И немецкое клише Что касается многих вкусов Они просто ебашат туда дикую мяту То есть, давайте возьмем даже Take-Two M8, да? А, кстати, что касается M8, M12, M7 Это номерация вкусов Все мы знаем, что в Европе давно уже Нельзя выпускать такие вкусы, как клубника, ваниль и все остальное То есть, сейчас все строго по номерам и с очень интересными названиями Многие производители в России делают уже точно так же Да, это дикая неприятная мята, которая, в принципе, курица очень ужасная И здесь очень много вкусов, которые прям вообще не топ, не топ ни разу Вообще никак не закатили, да? Давайте поговорим о вкусах, которые мне закатили Это Rot Runner Это манго, маракуйя, ананас, ваниль Довольно-таки круто Потом голубика, личий лед Это у нас Бульгинг Бульгинг Бульгинг, сука Бульгинг, блядь Бульгинг кейс То есть, бульгины глаза Бульгины глаза очень Прикольные закатил Потом закатил очень Free Holy Pascriptum Free Holy Pascriptum Да, PS Если честно, благодаря этому вкусу я узнал, что есть такая ягода или такой фрукт, как Персик, папайя и питая То есть, я не знал раньше о существовании питая и вообще, что это такое Тоже очень крутой вкус Также, также Очень прикольный Tropical Cooler Это у нас Лайм, мята, маракуйя, манго Очень интересные тропические сочетания То есть, ну, блядь Многим гостям этот, как бы, шлак этот зайдет Маракуйя, мята, ну, тоже Вот где есть Где есть два вкуса И есть мята Это Не очень круто Крисп черри, да? Ой, крисп бери Как бы вы подумаете Это какие-то ягоды Крисп бери Это какие-то ягоды Бери, ягоды Ежевика, малина Там, клубника И все остальное, да Но на самом деле Это голубика лед Как бы, ну Вкус крайне ужасный И вот именно этот вкус, сука Дико похож на запах На свая И использованного снюса В целом Очень прикольный Вот реально Прикольный немецкий табак Я прокуривал очень много Немецких табаков И все они с какой-то вот Немецкой подоплёточкой Такой, знаете С немецкой подстилочкой То есть Которая есть в каждом табаке В этом же все Немного наоборот Довольно-таки Приятно Хорошо курить Его цену я не знаю Сколько он будет стоить На территории России Не знаю Но я знаю Что он уже продаётся И во многих кальянах Он есть Изначально Вообще Когда мне просто сказали Типа Вот, бля Милан Охуенный табак Да, вот попробуй То есть Да, мне сказали Чуваки какие-то Я говорю Бля Это название дешёвое Какое-то Ну, бля Ну, нахуй Но Оказалось Что очень круто Довольно-таки Интересный Хороший табачок Что касается Прогрева Температуры И всего остального Забил я почти В касание Там какие-то Листики касаются Какие-то Собственно Нет Да Грелось Примерно Три минуты Без колпака Сейчас на ней 3,25 Кока-лока Я выцепил их На выставке Не перегревается Очень приятно Мягко И самое главное Насыщенно То есть Грубо говоря У нас есть Вега Да Ярданская То есть Как бы Арджелине Но когда ты Начинаешь Больше прокуривать Вегу Ты понимаешь Что ну не совсем Арджелине И вкусы Кардинально Отличаются Также отличается Немного и по качеству То куря Милана Ты куришь Не Арджелине И не Вегу Но это Очень приятно Как будто Тебе только что Прислали Вот свежайшую Партию Арджелине Очень круто Интересно За счет того Что здесь Все так мелко Мелко Перемолото И все это Залито Таким сиропом Как будто Реально Кислотой То мусора В принципе В пачке Не остается То есть Я одну баночку Уже опустошил И я просто Прям с краев Это все Смазывал И закидывал В чашку Что еще Такого Блять Сказать Уже не знаю Ну табак Хороший Блять Ну попробуйте Сами Напишите Те кто пробовал Отпишите В комментариях Что касается Химозности Она есть Во многих Вкусах Химозность Прям присутствует Особенно Там где есть Вот именно Вот эта мята И этот лед Очень сильно Отдает Химозы Прям Ну не сильно Но нормально То есть Я очень болею Очень болею Блять Я простыл Немного После питера Поэтому Гундошу Вот так Через нос По дымности Нормально Дымненький За счет Белого фона И белых софтов Этого не видно Я отсюда Охуенно Все это вижу Но больше Я склонюсь К тому Что это Ну не совсем Немецкий Возможный табак Я просто думаю Что это Скорее всего Иорданский табак С выходом На Германию И с дальнейшим Экспортом Из Германии То есть Да Все это Производится Скорее всего То есть Завод Подрядчик Находится В Иордании Потому что Сырье Очень похоже Также похоже Собственно Вся нарезка Все это Как выглядит Очень похоже На Иорданию Также мы немного Поизощрялись Гульбахар Табак Кстати Производит Гульбахар Не ребят Не узбекский табак В Питере Их не было Так бы Многие могли Попробовать И уже Как бы Соглашаться С моим мнением Либо не соглашаться И возможно Была бы Какая-то Маленькая Дискуссия Но не об этом Собственно Что касается Самого табака Именно Финалочка Такая То табак Вполне Курибельный Очень легкий Для такого Сегмента Людей Которые Просят Что-нибудь Сладенькое Тропическое Прикольное Но не крепкое То есть Спокойно Глина Калаут Глина Фольга Силикон Калаут Силикон Фольга Не надо Можно смело Отдавать гостям И уже не париться За счет этого Как будет курица Как не будет курица Курица Вполне хорошо Не давит Главное Скорее всего Не перегревать Если там идет И в натурале Идет Эта медовая патока То лучше Не нагревать Ну его нахуй От греха подальше Закинули Три уголечка Раскурили Все отлично Нужно положить Четвертый Положили Но нужно Ложить пятый Поэтому Собственно Вот так Вот это у нас Табак Милана Кальян Маклауд И я Собственно Простывший Дава И давайте Собственно Подискусируем По этому поводу В комментариях Кто его курил Пожалуйста Напишите Курица Охуенно Не охуенно Возможно Я просто ошибаюсь И это мое Такое Немного Предвзятое мнение Поэтому Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Обязательно Причем Ну и подписывайтесь На канал Всем удачи Всем счастья Всем любви Скорее Весны в Москве Пока Субтитры